Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48323. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион в студии Ирины Меркурьевы. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Необычный автобус заехал в курортный поселок Суку. Юные автомобилисты в 16-й раз встретились на Всероссийском чемпионате автомногоборья. Вечная благодарность и признательность в станице Анапской поздравили ветеранов. На старт всем трудовым коллективам. На стадионе «Спартак» прошел второй этап муниципальной спартакиады. Сейчас обо всем подробнее. Профилактика и безопасность – основа правил дорожного движения. В курортном поселке Суку прошла профилактическая акция совместно с сотрудниками Анапской роты ДПС и ГИБДД. В салоне яркого автобуса эмоции такие же яркие. Юные пассажиры на себе ощущают резкое торможение транспорта на скорости 40 км в час. Стандарт передвижения в черте населенных пунктов. Хотя этот автобус стоит на месте. Вы все улыбаете, живы и здоровы. Нездоров у нас только Ванечка, которая в очередной раз. И вчера почему-то опять упал в сиденье, поломал себе ручки. Опять у него грустный вид. Придется нам его лечить и все-таки заставить, наверное, пристегиваться ремнями безопасности для того, чтобы он так же улыбался красиво. Как только срабатывает специальный тренажер, Ваня падает. Несколько раз в день и каждый день во время учебных тренировок. Смена в смене – особенная профилактическая. Детям рассказывают, показывают и дают почувствовать основы безопасности. В течение всей смены детям будут разъяснены правила дорожного движения, будут проведены конкурсы по фигурному вождению велосипедов, по правилам оказания первой медицинской помощи. Автобус предоставлен главным управлением МВД России, предназначен для проведения практических занятий с детьми различной возрастной категории. Оборудован пневмодинамическая система, которая позволяет ощутить торможение автобуса на скорости 40 км в час. Более двух тысяч пассажиров проходят обучение на специальном тренажере и применяют правила теории на практике. Интересно все – и отдых, и занятия – особый восторг вызвал чудо-автобус. Я приехала, чтобы учиться, да, вот правила учить. Я хотела сама водить, хотела машину. Этот автобус мне показал, что как надо правила, как себя вести, и всегда надо пристегиваться. Впервые увидел вот такой прекрасный автобус. Даже не знал, что такие существуют. Тут мы увидели очень замечательный автобус, который очень познавательный, где мы испытали, как происходит торможение при скорости 40 км в час, что нужно пристегиваться, а иначе будет беда. С 3 по 23 сентября в СМИ не принимают детей из 27 регионов России, стран СНГ и ближнего зарубежья. Организаторы уверены, эти ребята, вернувшись в свои родные города, точно удивят друзей рассказами об отдыхе и обучении правилам дорожного движения в Анапе. И будут самыми продвинутыми в теме безопасности. В Анапе торжественно открыли 16-й Всероссийский лично командный чемпионат по автомногоборью. Участники соревнований – члены детских и юношеских автомобильных объединений Всероссийского общества автомобилистов. Перед началом церемонии открытия гостей участники мероприятия почтили минутой молчания память Сергея Ивановича Нинастина, основателя Анапского отделения Всероссийского общества автомобилистов. Он ушел из жизни всего за несколько дней до праздника. После выхода команд на поликон ребят поздравил заместитель главы города-курорта Сергей Козлов с пожеланиями юным автомобилистам честной борьбы. Завершили церемонию открытия поднятием флагом. В этом году в честь выпала капитанам команд из Татарстана и Краснодарского края. Ребят поздравили и творческие коллективы Анапы, шоу-группа «Акрофэмили» с силовыми и акробатическими композициями и группа «Русские богатыри» продемонстрировала мастерство фехтования на мечах. Особенность соревнований этого года капитанам команд пришлось стрелять из лука по мишеням, за которыми скрывалась порядковая нумерация выступлений. И с лозунгом «Ударим автопробегом по курортному зною» и «Праздному отдыху гостей курорта» автоколонна выдвинулась на улицы города. Чемпионат по автомногоборью продлится несколько дней. За это время участники, которые прибыли из 15 регионов России, продемонстрируют мастерство вождения и знаний правил дорожного движения. Окончательные итоги и звания победителей станут известны уже в начале следующей недели. И к другим темам. Станицы Анапской сегодня чествовали ветеранов. Участникам Великой Отечественной войны вечная благодарность от поколений потомков. В преддверии 71-го годовщины освобождения Анапы и Анапского района от немецко-фашистских захватчиков, Станицы Анапской поздравили с наступающим памятным днем участников Великой Отечественной войны. Первый адрес – дом Клавдии Виноградовой. На военную службу Клавдия Михайловна отправилась в 41-м году, когда ей исполнилось всего 16 лет. Была начальником радиоозла в Куйбышевском рабочем поселке. Уже через год ее послали на фронт санитаркой под Сталинград. Человек, которая прошла путь от Сталинграда и до Австрии. Вот такой большой путь прошла. Курскую дугу, Бухарест, Харьков. Все она прошла. Вместе с председателем Совета ветеранов Станицы Анапской Эдуардом Авяном, социальными работниками и заместителем главы администрации Анапского сельского округа Татьяной Новиковой участницу войны посетила и главный врач амбулатории номер один Станицы Анапской Елена Паркина. Сейчас в амбулатории проводят диспансеризацию, обследование, УЗИ-диагностику для всех участников и ветеранов войны, чтобы выявить скрытые заболевания и возможности быстрого лечения. Мы объезжаем всех участников войны, ветеранов, инвалидов войны, проживающих у нас на территории Анапского сельского округа, для того, чтобы определить, все ли сделано в этом направлении, какая социальная помощь нужна, какое лекарственное обеспечение, может быть, не в полном объеме. Принял поздравление в свой адрес и участник Великой Отечественной войны Аганес Карапетян. В военные годы был командиром артиллерийского орудия. Позже, когда узнали, что Аганес Передонович владеет четырьмя языками, взяли переводчиком. Наша дивизия, всякие нации, не разбирали. Еще какой? Турецкий, наверное, да? Турецкий, грузинский. А, турецкий, грузинский, армянский и русский. 21 сентября, в день освобождения Анапы и Анапского района, в станице Анапска в 10 часов утра ждут всех участников ветерана войны у Парка Победы, где пройдут торжества. Если у кого-то нет возможности добраться самому, администрация Анапского сельского округа специально выделит автомобиль, который довезет до места назначения и обратно домой. В Анапе прошел второй этап спартакиады трудящихся. В выходные на стадионе «Спартак» спортивные команды города и сельских округов доказывали друг другу, именно они заслуживают победу и звание лучших. Цель соревнований – сформировать привычку и положительное отношение к здоровому образу жизни среди трудящихся и молодежи. На торжественном открытии соревнований заместитель главы города-курорта Сергей Козлов пожелал победы участникам и рассказал о перспективах развития спорта. И вот это самое главное, то, что все понимают, что для нас сегодня важнее всего для всех руководителей, для тех, кто участвует, привлечь внимание молодежи, детей и в том числе и взрослого населения для занятия спортом. В этом как раз цель вот этого заключается нашего этапа, второго и первого этапа. Глава муниципального образования города-курота Анапа Сергей Павлович Сергеев стремится создать все условия для занятия спорта всем, абсолютно всем возрастным категориям. После торжественной церемонии участники начали соревнования. В программе несколько видов состязаний – легкая атлетика, мини-футбол, притягивание каната и гиревой спорт. Сколько раз подняли? С пять. А надо? Я объявил. Чем больше, тем лучше. Я сам тренер по единоборствам и в нашей подготовке бойцов, борцов, гиревой спорт, не гири, взятый еще архат со времен Ивана Поддубного, даже еще раньше. Очень много хороших силовых, то есть силовая выносливость развивается благодаря гирям очень хорошо. Для народа, что можно сказать? Это сила вносливость, это любая физическая работа и правильная постановка тела. В мини-футболе лучший результат показала команда «Олимп» управления образования. Уверенно перетянули на свою сторону канаты победу в этом соревновании спортсмены из команды Анапского сельского округа. Легкая атлетика покорилась команде из Гастагаевского сельского округа. В гиревом спорте по итогам личных состязаний в разных весовых категориях определили лидеров и наградили почетными грамотами. Это значимое достаточное соревнование для трудовых коллективов, потому что по итогам первого этапа сегодня у нас выступают те лучшие команды, которые есть в сельских кругах или трудовые коллективы в городе. В чем мы сильны? Сильны. Ну, конечно, это, конечно, передача опыта тех спортсменов, которые сейчас у нас есть в этих командах, потому что у нас в многих муниципальных возданиях есть ветераны спорта. Единство команды – это вот и есть сила, в общем-то, и залог успеха в дальнейшем, чтобы побеждать на более высоких уровнях соревнований. Муниципальный этап спартакиады трудящихся еще не завершен. На следующей неделе пройдут соревнования по шахматам и плаванию. По итогам всех соревнований из числа победителей будет сформирована сборная команда, которая примет участие в финальном этапе спартакиады 27 сентября в Станице Северской. И в продолжение спортивной темы. В минувшую субботу городской футбольный клуб «Анапа» уступил команде «Афибс-2» на своем поле. Матч сильным соперникам наши футболисты провели достойно. Посмотреть на игру пришли более тысячи болельщиков. К матчу команда соперников подготовилась основательно. В ее составе выступали опытные игроки из основного футбольного клуба «Афибс», который сегодня занимает первое место в зоне юг 2-го дивизиона. На воротах был Дмитрий Воробьев, участник Кубка УЕФА в составе «Металлурга» из Донецка. С первого тайма инициатива в свои руки взяла команда «Афибс-2». Большую часть времени мяч находился на нашей половине поля. Первый и единственный гол этого матча был пропущен по ошибке защитников. И, казалось бы, противник продолжит атаки анапских ворот. Но более опасных моментов в первом тайме не произошло. Во втором анапчане несколько раз попытались отыграться. Итог встречи 0-1 в пользу гостей. Напомним, следующая игра городского футбольного клуба «Анапа» – «Выездная». Анапчане встречаются с Тимошевским «Прогрессом». А в эту же субботу, 6 сентября, в Новороссийске «Витязевский Понто» встречался с Черноморцем «Д». В этом матче уверенную победу одержали анапчане со счетом 5-0. Следующая игра для «Витязевцев» пройдет в субботу, 14 сентября, уже на домашнем поле с краснодарцами командой ЦСПФ. И это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Партнеры выхода прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов «Тайны Медной горы» и «Золотой цирк» Юрия Никулина. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин «Тайны Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Уважаемая публика, дорогие ребята, «Золотой цирк» Юрия Никулина снова в Анапе. Только выдающиеся артисты получили право выступать под сводами цирка «Великого клоуна». Итак, мы начинаем. Смотрите и восхищайтесь! Во вторник, 9 сентября, в Анапе малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 24-26, ночью плюс 21. Ветер западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 25 градусов. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин